ДОНЕЦКОВ Виктору 47 лет. На этих позициях он самый старший. Побратимы называют его батей. Мужчина, главный на кухне, чтобы накормить солдат, встает в 5 утра. На обед у нас сегодня картошка, салат из морковки и лука. Холодец сделал для парней, чтобы пришли с окопов и поели. На ужин планирую гречневую кашу, на завтра – борщ. И сделаю домашнюю селедочку. Готовлю завтрак, обед и ужин согласно пожеланиям парней. У каждого бойца есть любимое блюдо. Часто просят у бати добавку. Мне нравится, как батя готовит борщ. Очень вкусно и сытно. А еще нравится, как он готовит вареники. Отлично у него получается селедка. Нет, это действительно так. Я такую, например, не пробовал. Это же не магазинная какая-то, не заводская. Это вот он говорит, по-домашнему я готовлю. Во время революции достоинства Виктор приезжал в Киев поддержать Майдан. После вернулся домой в Донецк. В 2014-м попал в плен к боевикам. Нас держали без воды, без еды. И каждый день нас вызывали по одному, вытягивали. То есть применяли физическое давление, моральное давление. Избивали. Сперва ишли ноги, потом приклады, потом такие были мешочки в них завязанные и с песком. Завязали глаза и начальник Дубаса предлагали сотрудничать, предлагали деньги, предлагали нам льготы, квартиры, кто хотел служить в этой так называемой Новороссии. Украинская власть освободила Виктора и еще около 20 заключенных из плена боевиков. Теперь он защищает Украину от оккупантов. Мы воюем за свою землю. Это Украина, это семья. Земля, это наша мать, которая нас вскормила, вырастила и дала нам путь в жизнь. Противостоять врагу Виктор готов в любой момент. Накормив бойцов, батя берет автомат и тоже заступает в наряд. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, ЮЭй ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok